Такой большой зал, конечно, народу немного, да такой большой ядры. Ядры, знаете, что такое? Общество преданное, да? Есть ядра в Пасковском, есть в Питерском, есть в других странах, там, где преданное собирается, в центрах, в храмах. Это называется ядра. А вы пришли слушать или так подглядывать? Вы пришли слушать или так подглядывать? Если бы мы на квартире с вами собрались, это еще куда не шло в таком количестве. Кто из вас знает, какая тема была предложена на вот эти вторник, среду? Поднимите руки, кто знает тему? Кто узнал про это и по СМС сообщения? Никто? А то мне преданное подходит, один говорит, что никаких объявлений не было, ни здесь, ни СМС, ни в этой, на сайте. Значит, были, да? А? Ну, это я знаю на программе, да. Ну, я спрашиваю не к тому, что там, как бы, а просто кто получил СМС-ку, можете поднять руку? Тема, кто знает тему, которая была? Чудо, чего? О, правильно. Остальные не знают? Не знали? Ну, ясно. Ну, в этом, в этом сайте. Не важно. А? Ну, да, может, еще и подойдет, может, кто-то уйдет, тут непонятно никогда. Вот, вы не приходили раньше, когда я был, нет? Или были? Не были. Вот он, мы с ним знакомы, я знаю. Вот с вами я и вас видел часто, но я не знаю, вы приходили когда-нибудь, когда я проводил? Нет. Ты? Не было, а ты? Не было. Ну, вот, видите, ну, как нам общаться? Мы друг друга не знаем, да? Очень трудно общаться, на самом деле. Ну, вот, я начну с того, что я спрошу хотя бы предного, который знал тему, что он на этот счет подумал. Про тему. Задумывался? Что ты хотел, ожидал услышать или просто сам подумал про нее? Или не было никаких мыслей, так сказать, ну, вот, все, и тема такая-то, лектор, все равно не знает, кто такой, но говорят, что нужно приходить на программу, чтобы слушать. Это процесс Шрауна Киртену, да? Ты слушал, братья, да? Что процесс такой предного служения. Шрауна Киртену, значит, слушать и повторять то, что он слышал. Да? Слушал? Не знаешь, что? Сколько ты дней в сознании пишешь? Третий месяц, да? А книжку хоть какую-нибудь прочитал? Какую? А? Про Пада. Про Пада это про него, да? Ага, ясно. Ну, вот, видите, как мы, нам трудно очень общаться, я не знаю, о чем говорить, как бы, не, я знаю, о чем говорить, но не совсем уверен, что все поймут. Ну, давай тогда вместе сначала подумаем, вот, пускай вы не знали, какая тема и не думали над этим, в данный момент напрягитесь, пожалуйста, и подумайте, как вы представляете себе чудеса. В данном случае говорится о чуде, мы говорим о чуде Бога, чуде Господа, чуде Кришны, Кришны конкретно, потому что мы с вами, как бы, вайшнавы, как называется это, ну, люди, которые принимают эту практику бхакти, бхакти, а это вайшнавы, те, кто поклоняются Вишну или Кришну. Вишну и Кришну – это одно и то же, да? Вот. И на самом деле, понятно, я сначала в общем скажу, да, чтобы вы не попали в просаг, может, когда будете говорить, что чудеса, одни говорят, чудес на свете не бывает, да, слышали такое, да, потому что когда человек узнает, как это произошло, причину, почему что-то происходит, это не становится для него каким-то фокусом, каким-то чудом. Вот, к примеру, как понимают в Африке туземцы сознания Кришны, понимаете? Эндрадимус вами там был когда-то давно уже, такой устроили они на корабле экспедицию по мазонке преданной. Эндрадимус вами – это один из учеников Шивопады, один из первых учеников, сейчас ему уже старый. Эту лекцию он давал лет 25 назад, еще был тогда молодым, по-моему, уже. И они проповедовали тогда ученики Шивопада, они как бы принимали наставление Шивопада всем сердцем, потому что они полюбили его, да, они увидели, что он очень внимательен к ним и хочет им добра, счастья хочет, да. И они смогли это почувствовать, и действительно от человека, от духовного человека, от чистого, преданного Бога, реально каждый из нас это может почувствовать, если он встретится с таким человеком. И они были нацелены, поражены тем, что Пропада в 70 лет там приехал в Америку, он даже не знает, что такое холодильник, что такое ванная современная. Он совсем в других традициях вырос в Индии, там не очень эта технология развита. Тогда еще была, сейчас уже там тоже все это внедрили. И что он приехал без ничего, без денег, без всяких протекций, без всяких помощников. И говорит тут людям, которые ничего не знают о духовных традициях, о истинной религии, о практике какой-то духовной. Он говорит им об этом и с такой верой, уверенностью, да, что люди начинают понимать, то, что он говорит, оно существует, есть. И он не столько говорил, сколько показывал своим видом, своим образом жизни. Он их учил всему, это обычно были молодые люди все. И он стал ездить из Америки, в Америке стал сначала ездить, в Лос-Анджелес, Бостон, другие города, Чикаго, в Америке стал ездить. А потом вышел за пределы Америки и начал путешествовать по всему миру. Ты же читал книгу про Пару Пару, да? И ты вспомнишь, там так описывается, да? Правильно? Было это? Да? Вот, и там эта часть называется, как прорастало семя, то есть, сам начало. Ну, на самом деле, это было не сам начало. Сам начало было, когда ему было 22 года. Он встретил своего духовного, будущего духовного учителя, который не был еще духовным, Бхактистан Сарасвад. И тот его, как бы, победил, как он говорит сам. А он был очень, так сказать, настроен на то, чтобы участвовать в совсем другом движении. Ганди, который боролся за освобождение там Индии. Хотя он был чистым, приятным. И он с рождения его родители, они его приучали к этому образу жизни, преданного. И он это впитал в себя. Он всегда знал, что Кришин существует. Но таков секрет, что человек может продвигаться в духовной жизни, только когда он встретит духовного учителя и примет его всем сердцем. И вот, когда ему было 22 года, он уже был женат. Это у него, не помню, там были уже дети или не было. Он работал, у него была фирма фармацевтическая. И он, когда встретил духовного учителя, он сразу получил это наставление, что, во-первых, он его убедил в том, что движение Ганди, оно не даст решение духовной проблеме. Потому что, освободившись от гнета иностранцев в своей стране, люди, они все равно придут какие-то другие трудности, проблемы. Потому что духовная жизнь или миссия, которая дается Богом всегда, во все времена, дается в самые хорошие, в самые трудные всегда есть определенный способ, с помощью которого люди могут прийти к Богу. Он сказал, что если ты будешь ждать пока, тут условия будут хорошие для того, чтобы проповедовать учение Госпочитания, которое говорит о том, что нужно воспевать святые имена, и получать такое знание о Кришне, истории, связанное с его жизнью, с его окружением, с его местом обитания и так далее. То есть для этого не нужно ждать, пока где-то установятся, так сказать, благоприятные материальные условия. Потому что духовная жизнь, она не зависит от благоприятных материальных условий. У одного человека они могут быть благоприятными. Вот даже в наших ситуациях, да, в семье там все спокойно принимают, что ты стал заниматься этим. Могут даже сами потом принять. Или наоборот, родители принимают, потом детей приучают к этому. Такое бывает. А у некоторых этого не бывает. Не принимают ни родственники, ни друзья. И это неблагоприятные условия, да. Но это не значит, что человек, у которого есть неблагоприятные условия для вот этой духовной практики, он может отказаться должен от нее, и ничего не получит, никакого результата нет. Как только человек принимает практику, в каких бы условиях он ни находился, все так устраивает, что постепенно эти условия станут благоприятными. У одного быстрее, у другого медленнее. Но все зависит от нашего желания, сильного, от веры. Вот. И к чему я стал рассказывать Шеврапада Индрадюна с вами? Вот он был учеником Шеврапада, и они понимали, что вот эта миссия, о которой им все время говорил Шеврапада, что нужно самим получить вкус к воспеванию, получить вот это счастье, очищение от грязи, от страданий материальных всяких, да, сквернений всяких, да, переживаний на уровне грубого тела, на уровне ума. Что нужно получить также духовные примеры таких счастья, наслаждения, да. И потом, как только человек это верит, поверит в это в полной мере, и получит этот вкус хотя бы немного, он, естественно, будет, захочет поделиться с другими. И вот такова миссия Господа Читания. Господа Читания – тот же самый Кришна, который пришел как преданный. Я повторяю это, потому что вот я вижу, что некоторые здесь пришли люди, они третий месяц или три месяца или чуть больше, и не читали книг Прабхупады, хорошо еще о Прабхупаде прочитали. Нужно читать также его книги, потому что там он сам про себя говорит. И они верили, что если... Вот они получили этот вкус от Шевопада, получили веру, и они были готовы идти в любую часть мира и рассказывать об этом другим. Кто-то в Америке это делал, а кто-то за пределами Америки. Кто получил в Германии или там в другой стране, они там проповедовали, но и ехали в другие страны, потому что Прабхупада говорил, что это предсказано, что это движение будет распространено по всему миру, в западном мире, да, и не в западном, и в восточном, где угодно. И в каждом городе, в каждой деревне будут петь и воспевать святые имена. Почему и что это за святые имена? Это уже другой вопрос. Но мы не будем сейчас отвлекаться сразу на всё. И я продолжу этот рассказ. Как чудо принимают негры, туземцы на реке Амазонки. Когда Индродима Свами с группы преданных, сняв пароход, там, как бы взяв аренду, он приехал на один из таких вот берегов необитаемых, не цивилизованных, как бы вот туземцы, где они, знаете, как они едят людей, знаете, так что это небезопасно. И когда они высадились на берег, то они увидели, что к ним со стрелами, там, с луками, там, с копьями, уже готовы их там, так сказать, прикончить. Но они верили, что святое имя защищает. Святое имя – это сам Кришна. И они стали петь китом. Не помню, они высадились на берег или из корабля, это всё ещё делали. Давно лекцию слушал это. Просто сейчас вспомнил. Потому что там связана история с тем, что, значит, когда они стали петь, то эти туземцы, они, собственно, испуг у них прошёл, они опустили всё свои, это сказать, оружие всё своё, стали улыбаться, слушать. И когда им сказали, что вот повторяйте, они просто танцевать стали, они слов-то сразу не знали. Они были сразу, ну, как сказать, покорены. И когда нужно было им какую-то лекцию дать, то Индранин с вами понял, что они ничего не поймут. Так же, как мы с вами. Как туземцы сейчас нам говорите. И вот он на их языке стал объяснять, как он говорит. Ну, вы знаете же, анакон там какая-то, самая большая змея в этом, в джунглях ваш, это же очень могущественная, ну, как сказать, существо, да? Они говорят, да, да, да. А они, так сказать, поклоняются могущественным там животным и поклоняются стихиям. Говорят, да. А он говорит, ну вот, так Кришна говорит, он ещё сильнее кубры. Говорят, да, 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 Кришна, Кришна Бог. Всё. И они, у них это аналогия сработала, они поняли на этом, на своём уровне, да. Для них это чудо, да. Но, узнав о том, что это с чем-то можно сравнить, да, они приняли это. Если они продолжали воспевать, мы не знаем их дальше историю, как они там жили. Вот. Но мы знаем, что мы так же не принимали ничего, не знали ничего об этом, но когда мы начинаем участвовать в киртанах, просад есть, сами повторять матру, то мы чувствуем, что какая-то такая необъяснимая, так сказать, энергия, радость, она посещает нас. И она отличается от любой другой радости, которую мы испытывали раньше чего-либо другого. И для нас это чудо, да, но постепенно мы узнаем некоторые вещи, откуда это происходит, почему это происходит. Поэтому чудо Бога зависит от того, насколько мы обладаем знаниями. И пока мы обусловлены, у нас всегда будут как бы такие чудеса, будет всегда много очень чудес, в философии сознания Кришны мы можем увидеть многих необычных вещей, где описывается материальный мир, творение материальное. Это невероятно. Жизнь на других планетах это все чудеса. Просто жизнь живого существа, его рождение, его, так сказать, здесь существование это чудо. И мы видим, вот телефоны создают, компьютеры, это тоже чудо, самолеты, машины, чудо, да. А есть люди, мистики, у них своя планета есть, они рождаются мистиками, носит халоки, и они рождаются со всеми способностями сотовых телефонов, айподов, смартофонов, компьютеров, ну, не нужная машина. Они знают мантры, которые могут управлять стихиями вокруг, поэтому они могут со скоростью там, ветра, со скоростью мысли, еще каких-то передвигаться, допустим, без всяких летательных аппаратов. Они могут читать мысли других людей, они могут достать желаемое с любой планеты, там, да. Ну, вот, кто слышал об этих ситках, восемь маш-то-сит, которые имеют вот эти ситхи, которые может добиться и обычный человек, но ему это нужно для этого очень много труда приложить, аскез, как говорится, трудно это сделать, он может их обрести, а есть люди, которые без всякого труда их получают, но это не значит, что они бесплатно их получили, они в прошлой жизни трудились. Поэтому если мы сейчас потрудимся стать сознающими Кришном, то мы получим это чудо сознания Кришны. И вот это уже будет чудо не на материальном уровне. Есть другие чудеса, это чудеса, которые происходят в духовном мире. И мы про них тоже с вами можем услышать, почитать, но мы ничего можем не понять, как это происходит, там, танец расы, как там Кришна пасет коров, телят коров, общается со своими друзьями, это Бог, да, как они играют, и для нас пока это не является чудом. Для нас это чаще всего, пока мы не зрелы, это что такое? Это вымысел, сказка. Потому что если человек в это верит, он сразу ощущает и понимает это, он сразу радость будет ощущать. и он не захочет ни дня прожить, чтобы не слушать об этом или не рассказывать это. Вот это есть чудо на духовном уровне, поэтому есть разные чудеса. И вот я поэтому хочу спросить, как вы понимаете чудо на своем уровне, потому что если вы мне сейчас будете рассказывать про танец расы, я думаю, это будет не ваш уровень. Поэтому мы говорим на материальном уровне. Кто как принимает чудо Бога. Пожалуйста, начнем. Чудо Господа это творение вообще. Увеличие Господа это чудо, что собственно настолько создает и для нас отвернувшийся душ тоже материальный этот мир представляет. Это чудо. Кто еще может сказать вы должны так сами каждый сам про себя не бояться что вы скажете что-нибудь не то. Пожалуйста, не стесняйтесь. Время хватит на всех. Мне кажется в наш век очень как сказать очень яркое чудо мы можем увидеть очень великое чудо потому что это эпоха Господа читаний и мы видим что действительно чудеса происходят. Иногда это как бы так замыливается понимание вот мы слышим что Господь читания пролил на всех эту милость дал всем приемы дал всем любовь к Богу и так далее. Но мы иногда можем думать ну где она эта любовь к Богу мы ее так и не обретаем может нас обманули но на самом деле это происходит и этого не было в другие эпохи сейчас люди могут просто обычные люди на улице услышав перед нам могут почувствовать любовь к Богу могут почувствовать очень возвышенные эмоции конечно чтобы они стали постоянными им нужно как вы говорите трудиться но это уже чудо то что люди самые деградированные сразу получают самый возвышенный вкус и это происходит у нас на глазах и мы являемся это об этом как вы говорили про пада когда вы спрашивали вот вы такой великий гуру а вы можете сотворить чудо как делают многие гуру он говорит да я из хиппи сделал хэппи то есть из опустившихся людей хиппи я сделал счастливых людей вот это мое чудо ты сейчас про это говоришь но на самом деле в шиппи никогда это себе не присваивал он говорил да это чудо господа читания это его желание его его милость как мы говорим об этом его сострадание хотя он пришел не только для того чтобы дать вот это вот вот это как сказать этот метод бхакти да воспевание прославление личности бога он пришел прежде всего чтобы самому испытать как преданному вот это счастье преданного служения поэтому мы говорим чудо это так же вот я просто добавлю что чудо это так же что этот процесс он нас делает счастливым в этой жизни в этом теле вот прямо сегодня если вы концентрируетесь если вы внимательны то вы тут же получаете вот этот результат и чем больше вы концентрируетесь глубже погружаетесь чем регулярно систематически это делаете тем быстрее вы ощущаете себя независимым от материального влияния материального вот это будь то удовольствие какие-то кажущиеся на самом деле или будь то несчастье какие-то тоже кажущиеся в материальном мире вы чувствуете независимость вы будете внутри счастливы вот на тот момент пока вы связаны с этой энергией бога через святое имя через вот эти истории которые говорят о Кришне и через практическое служение помогая предным другим тоже заниматься этим это чудо что сам процесс предного служения он является целью просто на разном уровне сейчас мы можем чуть-чуть почувствовать а если мы достигнем высшего уровня мы будем чистыми предными ну кто еще свое соображение может сядешь сюда поближе на скамеечку какое-то время назад божество пили молоко очень такое хорошее чудо для нас это не какие-то времена другие юги например а вот недавно божество пили молоко это то что и я видел в ютубе вот то есть мы можем как-то к этому приобщиться таким чудесам да вот под канцзанхри приезжал здесь в питере был три-четыре кто был на его лекциях подметилки раз два три четыре да ну вот пять почти все были он пуджаре долгое время в майпуре с самого начала практически своей духовной жизни со своим братом джананниваса туда они там приехали поскольку они были в Индии познакомились в Индии ну джаннивас апра пацанзан немножко позже присоединился который был у нас и они очень много историй знают связанных с божествами вот как вот ты говоришь пил молоко божество да там да вот про Нарисимху там про джиннатхов очень много историй у человека на теле остались это же вот реально чудо это чудо да чудеса все ну они как бы такие как бы они могут остаться у человека как бы на сентиментальном уровне если он принимает просто что-то необычное в своей жизни какое-то облегчение с материальной точки зрения которое он получает от этого чуда да а если он принимает это вещи как знак того что бог есть и что нужно следовать его правилам которые он объясняет дает для человека чтобы он покончил с материальным образом жизни вот тогда это чудеса они помогают потому что пропада он как бы очень редко рассказывал про эти чудеса и на самом деле вот про все эти истории с божествами тоже рассказывают очень редко в данном случае когда его спрашивали здесь он рассказывает или когда посещает преданные эти места где храм джаганатхи есть в Майпуре он не только джаганатхапуре в Майпуре есть тоже храм где тоже джаганатхи да у нас тоже есть джаганатхи да и может быть кто-то и с ними истории такие тоже какие-то подобные были мы не знаем но на самом деле это относится только во-первых люди необычные уже духовно развиты могут это понять а люди простые вот как как раз эти истории были с простыми людьми связаны да с обычными людьми но они приводят к чему они становятся преданными как правило есть подтверждение некоторым нужны чудеса вот такого рода а некоторым такие чудеса совсем не обязательно человек должен прежде всего поверить и не просто поверить а понять что он не есть это тело что он не Маша не Вася не тот не другой а что он душа если человек это поймет вот это есть чудо это самое главное чудо на самом деле потому что тогда жизнь вся перевернется все будет изменено сознание человек понимает что нету смысла защищать это тело поддерживать его все время и только одно это и нет в жизни все люди только так живут они могут говорить о возвышенных вещах но все сводится к тому чтобы насладиться с помощью этого тела и защитить его от несчастья это не цель жизни это цель животного а человек он стремится к высшей теле он должен понять что есть Бог что он с Богом связан всегда и он должен жить так чтобы освободиться от этого плена и путь к этому освобождению он есть но многие говорят что путей много вот и поэтому вы можете любой выбрать и это тоже ошибка конечно есть некоторые методы которые правильные но они очень длинные окольные пути потому что они косвенным образом как-то соприкасаются с конечной целью духовных духовного познания с конечной целью вед они очень слабо соприкасаются они не знают о сути вед люди которые занимаются другими практиками они говорят о Боге но не не знают как его зовут где он обитает они не знают что это личность мы с вами знаем но немножко уже знаем потому что так бы мы не стали тратить деньги и силы чтобы поклоняться божествам допустим мы бы не стали тратить время чтобы повторять Хри Кришна Хри Кришна Кришна Хри Хри Рама Хри Рама мы бы не стали тратить на это значит у нас есть вера но она еще не полная полная когда мы не захотим прекращать повторять Хри Кришна Хри Кришна не захотим прекращать когда мы хотим прекратить чтобы продолжить материальную жизнь это значит что у нас еще нет веры вот так кто еще скажет про чудо я уже высказался свое мнение но вы может независимо от моего мнения здесь свобода я понял да это история связанная с господом Рамачандры Рама Сита вот эти так сказать это воплощение господа в форме тоже обычного человека обычного царя как бы казалось бы кто еще какие-то чудеса представляет себе как чудо для себя лично на своем уровне понимания еще могу сказать у нас говорили что Пхима закидывал ну это так летают слоны на орбите они не разлагаются те которые Пхима когда-то закидывал на биту на Куркшетре и они не знают почему откуда они там появились они такие не разлагаются они просто летают на орбите и все вот такое слышал лично для меня из той же серии лично для меня как бы действительно чудо то что мы просто я могу с преданными сесть вместе открыть Шамадбагават читать и понимать что это не просто необычная книга что это общение с верховной личностью бога несмотря на то что я очень низко пал очень нелегко бороться низкой природой и так далее но тем не менее открывая просто Бхагават в таком ну как бы более-менее это очень это очень хорошее хорошее понимание очень хорошее это необходимо каждому это делать есть много разных пониманий да но это очень важно это самое важное понимаешь что возможность пока у нас языки уши есть еще нас ноги пускай тащат куда-то мы имеем хоть какое-то здоровье то и мы имеем возможность открыть книгу читать обсуждать это с преданными слушать да обсуждать это чудо потому что когда я у меня мама узнала что я стал у меня библиотеки такие были знаете дома я читал книги разные а тут я выкинул все книги сдал там в этот самую старую книгу что-то выкинул что не принимали старой книги и поставил на полку одну книгу первую Бхагавадгиту которая только издавалась тогда и каждый день одну книгу читал она когда узнала говорит ну что с кем ты стал говорит ограничен ты читаешь одну и ту же книгу спрашивает что что это развитие назвать но люди как бы не понимают что на самом деле книг ведических тоже очень много вот и Бхагавадгита и Шимик Бхагавад и Читань Чаритамлита и другие книги есть да и в них действительно пишется одно и то же везде на каждой странице но с другой стороны когда человек начинает очищаться начинает понимать принимать там то что написано видишь что там везде дается разный уровень разной глубины дается объяснение одного и того же знания вот а разнообразия там хватает очень много видите вы можете в Шимик Бхагавад узнать и об астрономии об астрологии социологии там медицине о чем о чем угодно там начальные сведения об этом все существуют а если вы хотите конкретно знать сведения то эти сведения в ведах описываются подробно определенных пуранах аюрведа там и что там это ну вот все эти науки там дхарва веда какие там еще плохо помню потому что мы их на самом деле как бы и не изучаем по большому счету они все немножко уже как сказать искажены потому что они потеряны знания но вот это знание которое говорит о том о сущности всех вед оно дает возможность в конце концов человеку познать и все вот эти виды ну деятельности ведической на основе вед медицины астрономии астрологии психологии архитектура военное дело ну что бы вы не взяли это есть можно подчеркнуть в ведах самое совершенное знание об этом точное абсолютно точное я недавно по интернете мне подсказали посмотреть про вимана в общем как-то да виманника шастра и там один исследователь индус какой-то он нашел старые рукописи и описывается как делается эти виманы как эти управляются виманы кто какой какие качества должен обладать пилот этих виманов и какая у него должна быть диета и все зависит от его уровня там он шудра вайши или кшатри да или брахман и все и все это зависит от его уровня духовного это корабли и это совершенным образом все здесь никто не может сейчас такой корабль создать вот кому интересно эти вещи вот можно почитать очень интересно или есть еще такие писания они не казалось бы не ведические например это христианские писания это одно из писаний как евангелия от определенных личностей которые близки были Иисусу это евангелие мира от Иисеев Иисеев и там описано чисто ведические знания все описывается так что очень много интересного да поэтому чудо да что мы открываем эти книги удовлетворяемся этими книгами и нас уже буквоед не захватит да знаете в транспорте едешь и реклама буквоед видели да и там привлекают всех читать книжки покупать книжки хотя скоро никакая реклама не поможет потому что так же рекламируют эти книжки да хоп и вы читаете все не нужно библиотеки да и кто-то говорит о я так привязан книгу открыл типографская краска так пахнет хорошо это картинки такие хорошие на самом деле здесь все можно и картинки иметь цветные и в общем очень много всяких возможностей говорят что тяжело читать глаза устают знаете книги портятся это правда тоже портится ломается может но здесь глаза не устают вот есть такие аппараты там глаза на них не устают вот ну кто из новеньких предных выскажется про чудо нет там нельзя сидеть только за это впереди впереди вот крупные личности должны быть всегда впереди ну сосредоточить что-нибудь скажите смело из материальной жизни вспомните какое-то чудо что вас больше всего удивило первый раз в жизни для меня чудо вот еще то что Прабхупада проповедует таким вот падшим душам наркоманам которые уже довольно-таки тяжело сидели на наркотиках которые после его проповеди после Киртана после Прасада они начали исправляться и стали возвышенными личностями то есть это вера которая развивается которая дается Прабхупаде этими книгами Киртанами то есть для меня это чума а ты веришь что ты тоже станешь возвышенным или уже возвышенным грамотно уже будешь чудотворцем миротворцем чудотворцем еще чудо то что упадав в таком вообще возрасте да то есть сумел так вообще распространить миссию господачай тайны то есть это вообще великое чудо великой личности конечно конечно всегда очень вдохновляет когда у тебя какие-то тяжелые ситуации вспомнить биографические моменты это великое чудо да поэтому нужно каждый день читать что-то пропаде очень хорошо очень хорошо смотреть видео слушать лекции шиппада это может делать каждый самый начинающий преданый просто войти в интернет и больше все иметь это иметь возможности есть только нужно вот еще приложить усилия чтобы слушать или чтобы появилось хотя бы понимание веры что только общение со святыми личностями оно дает нам духовные силы угу у меня чудо постеления на Санкиртане я выхожу с книжками и подходят некоторые люди даже случайно затронешь кого-то и некогда им оговорки всякие все равно остановится на минуту и вот когда увидят книгу с изображением прабхупады делененькая небольшая просто сразу вытаскивают именно ее прям очень даже воодушевлены просто сами не знаю кажется но на самом деле это вот милость такая да вот это чудо да чудо так сказать чудо можно определить такого рода чудеса это как действие духовной энергии которая исходит по парампоре по вот этой цепочке духовной которая это знание все принесло нам в этот мир наш сейчас в котором мы живем кто еще ну да лучше поближе то да на скамеечку можете сесть он он рядом благодарю значит очень мечтал встретиться с одним из просветленных с одним вы вы или ваш друг мой знакомый ямараджа дас как ямараджа дас ямараджа это старый предный который нет сколько ему лет он грузин не спрашивал не знаю ну по виду просто у нас был один из первых предных ямарадж его имя было ямараджа он книги жил-то в грузии но он здесь потом в москве жил а потом сейчас в петербурге живет ну наверное это не тот ямарадж не знаю вряд ли вы с ним давно общались? примерно 1993 95 вот в эти годы а ну тогда это может быть действительно это и есть ясно а где вы с ним общались в 3-й год в Симферополе в Симферополе да это в Крыму он рассказывал случаи своей жизни очень долго хотел встретиться с одним из преданных ну наконец все получилось то есть и деньги были и визу оформил и удачно в Индию прилетел попал вот именно на этот конгресс куда хотел добился встретился получилось так что с ним непосредственное личное общение и он его спросил этот преданный его спросил чего ты от меня хочешь для чего ты ко мне прилетел так далеко из далекой страны хотя он о себе ничего не рассказывал просто пришел поклониться и он ему сказал я хочу просветления а преданный у него спросил а золотое колечко хочешь и он ответил хочу очевидно он полагал что это будет и золотое колечко и просветление но на деле получилось не так на его глазах он рассказывал что на его глазах на открытой ладонью преданного материализовалось вот не изоткуда из воздуха просто появилось золотое кольцо он взял это золотое кольцо и понял что он ошибся что это было как бы последнее испытание перед тем как достичь просветления что это был некий искус если хотите это была последняя проверка так вот в связи с этим мне представляется что чудо это в каждом конкретном случае то что данный конкретный человек не может объяснить с позиции своего жизненного опыта с позиции своих знаний с позиции информации которую он обладает то есть происходит некое явление которое он не может никак понять никак объяснить это для него чудо в каждом конкретном случае чудом является что-то такое что для кого-то может быть обычным явлением вы привели в пример мобильные телефоны для какого-то дикаря это конечно чудо человек может взять руку в какую-то коробочку и общаться с другим человеком за сотни километров для нас с вами которые обладают информацией это обычное явление так вот в данном конкретном случае еще очень большое значение имеет эмоциональная окраска для окружающих людей для тех людей которые в его храме ну тогда он был президентом храма это кольцо является чудом оно появилось не изоткуда оно не куплено нигде оно появилось из воздуха не изоткуда из такого места для него это кольцо является символом ну если хотите не то что проваленного урока но во всяком случае выполненного урока ну да поэтому мне представляется что очень большое значение имеет опыт каждого конкретного человека и эмоциональная окраска с которым воспринимает то или иное явление поэтому для разных людей чудом являются разные вещи да я так правильно все очень объясню ну вот сейчас мы будем прочитаем один из текстов бхагавадгиты и мы поймем что вот именно чудеса которые начинают происходить на более высоком уровне сознания человека они могут привести его к абсолютному знанию абсолютное знание абсолютному знанию истины потому что знание абсолютно это единое для всех знание люди все способны получить это знание и для них всех тогда чудом будет совершенно очевидно просто деяние Бога они понимают что могущество Бога оно не никаким образом не может быть ограничено никак его никто не может превзойти никаким образом и поэтому вот это чудо то что мы не спас в конечном итоге даже самый чистый человек даже самый святой человек он не может превзойти Бога и вот это самое главное нужно понять если тогда мы принимаем положение слуги перед Богом и тогда мы сможем служаем узнать даже свою сокровенную роль как бы в таких самых сокровенных отношениях с Богом в играх этих в духовном мире вот чудо Бога это все правильно и самое главное для нас чудо понять что вот что Бог чудес не взял кто-то еще хочет высказаться каратава не дашь я сейчас поеду джай радхамат может чуть-чуть кали кришна чтобы мы как сказать у нас немножко святое имя так сказать прозвучало вот увидеть кришну во всем это самое большое чудо потому что все что есть это энергия кришны материальном мире это материальная энергия а духовная энергия в материальном мире это звук Харе Кришна и сама душа вот это две духовные вещи больше духовного нет и когда что-то производится чистой душой то это можно представить как духовное допустим человек поет музыку имея желание удовлетворить бога и эта музыка становится духовной но если он не думает о боге об этом а думает о том успех какой он будет иметь или какую зарплату получит то эта музыка не духовная хотя она может быть написана очень талантливым человеком и гости жан ва лав ка гири ва радхах аре жая гости жан ва лав ка гири ва радхах аре жая гости Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 А у нас мы говорим о реальной любви Хотя для нас пока это тоже миф. И вот сейчас мы прочитаем из Багаваргиты. Это традиция такая наша. Да, мы знаем, что если мы читаем Писание, слушаем, это уже день у нас прошел не зря. И особенно, если мы делаем это в обществе предных и внимательно. Я думал, какой стих выбрать. Один мне понравился, другой понравился. И вот, как вы знаете, нужно что-то выбрать. И я выбрал, сейчас я посмотрю, какой он, из какой. Значит, это из 15 главы. Это часть Шимадбхагатам считается самой сокровенной. Багаваргиты, да. И называется глава Парушотама-йога, йога высшей личности. Третий, четвертый стих. До этого было первый, второй. Они как раз объясняют, это продолжение, третий, четвертый, объясняют вот эту природу материального мира. Но там очень хорошие комментарии. Я сейчас прочитаю санскрит, как смогу, поскольку у вас не у всех есть электронные приборы, по которым вы можете читать Писание. Я буду один читать, да. Нарупам асягатат. А, мы умнамом бхагавате еще не произнесли, да. Вот это поскольку мы произнесем, поскольку это вместе, очень хорошо. Умнамом бхагавате васудивая. А, умнамом бхагавате васудивая. Омнамом бхагавате васудивая. А, умнамом бхагавате васудивая. Вот это называется участие всех, общее, да. И если бы вы смогли повторять санскрит, то это было бы еще больше участия, да. Нужно всегда быть, участвовать. И тот, кто умеет слушать, независимо от того, насколько его там привлекает, не привлекает, занимает или не занимает, особо не обхаживает или не обхаживает, тот особо наудачник. Умение слушать дает возможность, умение говорить. Итак. Это третий, четвертый. Прочитаем вместе санскритские слова и перевод. Рупам, форма, ася этого дерева. Иха, здесь, в этом мире. Татха, также. Улапиате, воспринимается. Антах, конец. Ча, также. Адих, начало. Сампратиштха, основание. Ашватхам, дерево баньян. Энам, это. Суверутха. Крепко удерживаемые. Мулам. То, корни которого. Асанга шастрина. Топором от решенности. Дритхена. Прочным. Читва. Срубив. Татах. Потом. Падам. Место. Тат. То. Паримаргитавям. 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 В которое. Гатах. Ушедшие. Невартанти. Возвращаются. Буях. Вновь. Там. К нему. Господу. Эва. Непременно. Ча. Также. Адям. К изначальному. Пурушам. К личности Бога. Пропадье. Предаюсь. Я так. От которого. Провретих. Начало. Просрита. Простирающиеся. Пурани. Древняя. Ну, нормально, повторяли. Не заснул никто. Хорошо. Перевод текста и комментарий и уважения на милости. Ачеба. Актиданта. С вами. Сего. Пропады. Истинную форму этого дерева невозможно увидеть в материальном мире. Никто не знает, где его конец, где начало, где основание. И для того, чтобы это не было в тумане, как бы, про какое дерево идет речь, мы прочитаем просто стихи, конкретно описывающие это дерево, два стиха, первые, без комментариев. Верховный Господь сказал, Писания говорят о вечном дереве баньян, корни которого устремлены вверх, а ветви вниз, листья которого ведические гимны. Познав это дерево, человек постигает мудрый свет. Это один из методов передачи духовного знания через веды, не только через веды, через шастописание священное. Во всех книгах эти есть. Это аллегорическое описание тех вещей, которых человеку очень трудно понять, находясь в обусловленном, на материальном уровне сознания. Писания говорят о вечном дереве, или баньян, это сам Кришна говорит об этом, корни которого устремлены вверх, а ветви вниз, листья которого ведические гимны. Познав это дерево, человек постигает мудрый свет. Ветви этого дерева растут вверх и вниз, питаемые тремя гуннами материальной природы. Его побеги это объекты чувств. У этого дерева есть также корни, растущие вниз и связанные с кармической деятельностью в мире людей. Вот тут объяснения, конечно, идут в каждом стиху, но мы сейчас пропустим их и прочитаем до конца вот этот текст третий, четвертый. истинную форму этого дерева невозможно увидеть в материальном мире. Почему мы сейчас ничего не понимаем? Потому что мы не видели таких деревьев, которые растут корнями вверх. Правильно? И для нас кажется, это как пример непонятный совершенно. И никто не знает, где его конец, где начало, где основание. Но вооружившись топором отрешенности, мы должны разом срубить это дерево, пустившее глубокие корни. Топором отрешенности имеется в виду, что человек должен отречься от ложных знаний о себе, о материальном мире, что он тело, что этот материальный мир прекрасен. Все, что тут есть прекрасного, пишет Бхагавадвити, также Кришна говорит, все самое великолепное, что мы можем здесь увидеть, кто-то считает завеликолепным, это есть лишь отблизь к моему великолепию. Так вот нужно понимать здесь. То это мир искаженное, во-первых, во-вторых, оно бледное. То есть все яркие краски, которые существуют в реальности, они находятся в духовном мире. Поэтому тот, кто увлекается фотографии, бесполезно делать. Даже самые дорогие фотоаппараты не помогут улучшить материальную жизнь и материальное, так сказать, существование. Хотя я вот тоже купил фотоаппарат, поснимал, поснимал, потом устал. Потому что я когда еще в сознании Кришны не был, когда еще только зениты, как там такие вот аппараты были старые. Я очень любил фотографировать, проявлял, печатал. Все-таки пытался какие-то особые фотографии сделать художественные. Таинственный процесс. Это было для меня чудом в те времена. А сейчас я снова соблазняюсь новым чудом, материальным. Более совершенно. раз, фотографировав, сколько не хочешь, не нужно проявлять ничего, не нужно ничего там. Растворы делать, никакие темноту не нужно. Отпечатал, тут же можешь это посмотреть, можешь распечатать, как хочешь, без всяких проблем. Но становятся ли счастливее люди от фотографий, от художественных выставок, фото-выставок? Да, это щекочет, каждый щекочет свои чувства, чувства наслаждения, чувства, которые удовлетворяются объектами, чувств, материальными образами, посмотрите, вы залюбуетесь. Я не могу оторваться, когда смотрю в интернете эти фотографии, которые делают профессионалы, природы, людей, животных, ну, просто детей, там, да, здорово. Но это иллюзия. И это будет иллюзия для того, кто читает эти книжки. А для того, кто их не читает, кто не повторяет мантру, это будет реальность. Это как мираж в пустыне, будут все время бежать, бежать за этим. А в результате чего? Старость, болезнь, смерть. А мы что делаем? Мы те же краски наблюдаем, духовные краски, которые предстоят перед тем, кто повторяет Харьи Кишина мантру, слушает вот эти книжки, а разворачивается духовный мир, да, и они не блекнут никогда, они всегда внутри человека находятся, они не зависят от его болезни, старости, смерти, не зависят. Он видит, что он душа, и он через душу все это видит, да, уже фотографирует с помощью самого совершенного аппарата. Никто не может такой аппарата изобрести. А изобретает, почему? Потому что люди думают, что что-то можно улучшить, что-то можно подсмотреть, увидеть больше, чем мы на самом деле можем. А на самом деле мы не можем больше увидеть, чем позволяет наше чувство. Не можем. Итак, но вооружившись вот этим топором отрешенности, от ложных представлений, мы должны разом срубить это дерево, пустившее глубокие корни. Затем нужно найти то место, срубить, а потом найти то место, откуда уже никогда, мы никогда не вернемся в материальный мир. И предаться Верховному Господу, стоящему у истоков всего сущего с незапамятных времен. Интересно? Интересно. Вот это все, что интересно. Поддерживайте. Комментарии. Здесь ясно сказано, что истинную форму баньянового дерева нельзя увидеть в материальном мире. Как отражение, оно растет корнями вверх. Сравниться, как отраженное дерево, которое стоит у водоема, оно растет, как казалось бы, в отражении, но у него все меняется. Поэтому настоящее дерево начинается за пределами этого мира. Блуждая по коре этого дерева, то есть это очень огромный ствол, если мы блуждаем по короне материального дерева, мы не видим, как далеко оно простирается и где берет начало. Вот в этом фокус, что мы не можем с помощью материального. Вот как, если кто читал Шимид Бхагава, то помнит, как Брахма искал смысл своего появления на свет. Он родился на стебле лотоса из Гарбатакса и Вишну, да, я не ошибся, я не знаю, всех этих Вишну путаю все время. Значит, первую Вишну, которую Брахму создал. из пупка вырос лотос, на этом лотосе появился Брахма. И он не понял, ничего не было кругом, он ничего не мог понять, что где, он не видел этого Вишну самого. И вот он по стеблю лотос стал спускаться туда-сюда и никакого толку не мог ничего понять, потому что это бесконечный такой лотос такой, да. И когда когда что-то, я не помню, когда он там решил, а он услышал в общем голос и сострадание Бога, что ты должен совершать аскезы, тапу, тапу совершать. И он был, родился-то он непростой, да, он был очень разумной личностью, он понял, что такое аскезы, какие он аскезы должен совершать, и он совершал аскезы, да. И через аскезы к нему пришло ведическое знание, которое вложил в него, в его сердце сам Господь. И вот веды, они как раз описывают эти знания. И вот говорится, что вот это дерево материального мира, блуждая по кроне материального дерева, мы не видим, как далеко оно простирается и где берет начало. И все же мы должны отыскать его основания. Я сын моего отца, мой отец сын такого-то и так далее. Эта цепочка приведет нас к Брахме, которого породил Гарбада Каша и Вишну. Я не ошибся. Гарбада Каша сказал. Угадал. Наши поиски заканчиваются, закончатся только тогда, когда мы достигнем верховной личности Бога. Не просто это чего-то, а мы должны достигнуть самого Бога. Искать начало этого дерева верховной личности Бога следует, общаясь с теми, кто уже знает эту верховную личность. Вот. И вы уже некоторый опыт имеете все. Мы общаемся с разными предными, слушаем лекции хотя бы во воскресенье, допустим, и через кого-то мы видим, что что-то мы больше можем понять, почувствовать, увидеть, услышать. в нас не работает зависть, когда мы слушаем таких более продвинутых людей, потому что они настолько выше нас стоят, что мы даже не представляем, как я могу завидовать. Явно он понимает что-то того, что я совершенно не понимаю. А это очень важный фактор, слушать без зависти. И вот под Каджанхри был здесь, и, наверное, вы почувствовали, что хотя он не производил каких-то эффектов голосовых, но он очень легко рассказывал эти знания. Я просто хочу вспомнить некоторые моменты, что когда он был здесь, я живу в Майпуре больше полугода, и я часто его там встречаю и его брата, слушаю их, и я получаю тоже очень-очень сильное впечатление, отличное от других, очень сильно отличное от других, других садху. И нельзя сказать, что это абсолютно, сказать, что-то вот они какие-то абсолютные, а все другие не такие. Нет, они просто разные, действительно, они не такие, но я почувствовал, когда он приехал, как будто вот это само святое место, оно пришло к нам. Реально, да, Майпург здесь был. И вы видели, он рассказывал об играх божеств, поскольку его просили, он особо, и он не готовился ни к чему, он даже не читал книжку никакую, не потому, что он против того, чтобы читать книжки, ну, просто так складывается, есть официальный, так сказать, класс, а есть программный, который человек может читать, писать, читать, если он знает хорошо писание, особенно, если он может протестировать что-то, да, то это более живо, может быть, даже получается, да. вот, и он говорил, и я заметил, что почему воздействие такое хорошее очень приятно, хотя мы можем не понимать, почему, что это за человек, но воздействие, оно было потому, что он не притумывал, он не напрягался, он говорил через свой опыт, исходя из того, что он уже реализовал, то есть он уже живет такой жизнь, мы видим, что он живет более чисто, более возвышенно, и к этому его привело, он даже, видите, не ездил особо, не проповедовал никуда, он сидел всю жизнь в Майпуре, вот это первый, первый раз в Россию приехал, и за границей по нужде был только несколько раз, там, он из Англии сам, да, откуда он обрел эту чистоту, вот эту мудрость, духовное спокойствие, удовлетворение, такое постоянство в этой духовной, потому что он жил в таком святом месте, по наставлению, человек падал, он оставался там, своего учителя духовного, и он служил божеством, именно по его указаниям, и он не менял это, ничего не менял, а божеством служить, это непростое дело, если у вас нету еще таких чувств близких с божествами, когда уже вы на уровне таком сознательном уже все это делаете, это очень трудно, знаете, это как бы, если вы делаете, еще не имеете чувств каких-то, смотрите, это каждый раз нужно рано-рано вставать, очень много всяких церемоний проводить, мантр знать, действия делать, это практически там, они служили там на алтарях, всех алтарях по очереди, радха-матхалы, алтарь панчетат, алтарь нарисимки, еще на каждом алтаре стоят там шелограммы, и, ну, практически это целый день человек занят, вот у него остается время на мантру какое-то, и они не просто только служили, они всегда участвуют во всех утренних программах, поют со всеми, слушают лекции со всеми, и я наблюдал это, да, просто вот эта регулярная, отрегулированная жизнь, а тем более пуджаре, оно делает его чистым, оно очищает очень сильно сознание человека, и в конце концов, они сначала только слушали, а сейчас они там лекции дают, для русских дают, каждую неделю один раз один дает брат, и второй раз второй брат, и они дают каждую неделю для англоязычных, там тоже классы, и хотя они неизвестные, невеликие проповедники, как бы, да, но сейчас все старые предные, которые, ну, ценят их как-то, да, у каждого есть свои выборочные отношения, там с кем, они приходят на его лекции, его братья, его боги, ученики, что упали, слушают, задают вопросы, и можно наблюдать, как они общаются между собой, да, на своем уровне, очень здорово, вот поэтому здесь вот говорится, что искать начало этого дерева, верхов, то есть начало этого дерева, все исходит из Кришны, нужно общаясь с теми, кто уже знает эту верховную личность, обретя от них знания, а боги, человек постепенно сможет отказаться от привязанности к иллюзорному отражению реальности, знание помогает человеку, ой, знание помогает человеку разорвать свои связи с этим миром и достичь истинного дерева, это я еще не весь комментарий прочитал, может быть, даже не успеем, я некоторые прочитаю свои воспоминания, не прочитаю, я посмотрю и постараюсь вспомнить впечатление, которое я вот получил от от общения с Панханцентрой, я видел, Шеша дал лекцию, он был очень тоже вдохновлен этим преданным, тоже рассказывал про него, значит, вот в день, когда он вот переводил Шевчаран тут был, а это Заневка, вы не были, это понедельник был, это был Заневка, ты был, не был, но это был, и там это был, не знаю, кажется, этот день был, да, это 14, 18, я не знаю, день явления чего пропада был, кажется, в этот день, да, и он дал небольшую лекцию, короткую, а потом стал вспоминать о пропаде, и он говорит, что его искусство заключалось в том пропаде, он был настолько искусен в общении с людьми, что он каждого мог привлечь к сознанию Кришны, как-то заняв его в какой-то, в каком-то деле, связанном с преданным служением, даже человек не понимал, что ему он делает, это связано с духовной практикой, и вот он ему так, сказать, предлагал, вот это его искусство было, он заметил, занять всех в сознании Кришны, это на самом деле, он говорит, что пропаде считал, что это цель общества сознания, и прежде всего мы должны себя занять, но мы должны понять, что занять мы сами себя не можем, мы можем хотеть этого, но занять нас может кто? предные, и прежде всего эти предные должны быть связаны с авторитетными возвышенными личностями, если это обычные предные, еще может быть не очистившиеся сильно, то мы можем принять от них служение, если мы видим, что это правильно передано, это служение передается по парампоре, это может немножко так не ясно оставим, пока не будем вдаваться в эти подробности, вот, этот момент всего один, я сейчас не буду, еще в другой лекции, тоже в заневке, он говорил как раз о том, почему мы так сильно связаны с материальным миром и не можем оторваться от него, он говорит, что это влияние гунны страсти в основном, это узкое очень видение, то, что мы можем сейчас получить, человек, это гунны страсти, тогда он к этому стремится, он не может себе представить, что он должен получить что-то в будущем, он хочет здесь и сейчас, вот это гунны страсти, и она как бы очень недальновидна, человек потом разочаровывается, если он таким образом действует, он просто остается неудовлетворенным, еще потому он остается неудовлетворенным, потому что он, находясь в гуне страсти, не занимая, не зная ничего о духовной практике, он практически ничего не может больше себе желать, чем какие-то временные, даже самые возвышенные какие-то задачи, цели поставить, цель перед собой, а если человек знает, имеет духовные знания, то он может в гуне страсти действовать какое-то время, быть обусловленным гунной страсти, но он уже будет очищаться, если он делает эти вещи, которые предписаны для человека, стоящего на пути очищения, предного служения. то есть это ограниченное видение от того, что люди не знают о душе и о Боге, о том, что существует духовный мир и что мы действительно можем освободиться от этого, этой самсары, перерождения. Я у него задал один вопрос, это было, кажется, тоже не здесь, да, это было в Заневке, почему вот кажется, что наше движение искон, оно как бы по сравнению с той волной, когда был шиппада, там было очень сильно распространение, да, люди во всех странах приняли а сейчас как бы мы наблюдаем какое-то вот ухудшение. Храмы пропадают, некому, пустые храмы вот в Америке, скажем, в Европе я был там и такое печальное впечатление. Ну, индусы приходят как на своего национального, так сказать, ну, просто потусоваться. А утеряно очень много, но вот он объяснил на самом деле, да, вот очень интересно, я хочу с вами этим поделиться, потому что может у кого-то не возникает пока таких вопросов, но некоторые, они слышат критику, что тут что-то плохо, не так, все делается, вот лучше пойти к саи-бабе, может быть, который уже тело оставил, или краджнешу, не знаю, он еще жив или нет, еще, как это называется, есть этот, я их нисколько не обвиняю, не осуждаю, это имеет на это право только очень возвышенные люди, умеющие показать их недееспособность, можно так сказать, как его, Махариши, да, как, как, правильно, Махариши, Махиши, да, Махариши, Махиши, ну, такого плана людей достаточно много, мы многих не знаем даже, это те, которые, так сказать, во всем в России очень активно, так сказать, распространены, вот я зашел сюда, там сейчас вывески висят, Кастанеду изучают, учатся, да, и это много очень, и это все философии, на самом деле, это не Вашнавские, конечно, учения, это учения, связанные с имперсонализмом, и в конечном итоге они отрицают существование Бога, потому что они ставят себя на его место, это одна из самых главных вот проблем, и это можно увидеть, потому что если человек не отрешается, отрекается от материальных удовольствий, он не может претендовать на духовное звание, и на духовное какое-то правильное объяснение религии, практики какой-то, да, и вот он объяснил, почему это на самом деле, что происходит, поскольку вообще было предсказано, что это учение, оно будет предсказано писанием, предсказано парапорами, что вот это вайшнавское учение о бахте, оно будет распространяться и будет развиваться, его достигнет какого-то пика, потом будет спад к концу Кали-юги, то есть на протяжении десяти тысяч лет, и что сейчас происходит? мы видим, что по количеству, скажем, в Санкт-Петербурге у нас люди прибывают, я думаю, откуда они вообще приходят? Ну, с кореном, наверное, не так много все-таки приходят с кореном, а вот сегодня я был в одной конторе, я не помню, как она называется, это контора преданных, где они занимаются строительством, Юра Крапива, знаете, Ваню, знаете, ну вот, Юра Крапива сейчас у Пендера, у Пендера, вот, а знаете, это, как его зовут, я не могу вспомнить его имя, он занимается организацией программ на Махате, там, эти, как его зовут? Горосом? Не, 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 старый, постарший, с женой они двоем, Прима Санкиртна, Прима Санкиртна, в этой конторе тоже работает у них, ну, они, да, да, я извиняюсь, Прима Санкиртна, может, я выдал вашу рабочую тайну, да, да, но так или иначе, я хочу сказать, что это очень положительный пример, во-первых, преданные собрались вместе и работают вместе, зарабатывают деньги, и среди них есть очень опытные, неприятные, такой вот, как Прима Санкиртна, да, он будет там, правильно, мне кажется, дирижировать, вот, и, и у них там в промежутках между обязанностями строительными, которые связаны с работой, они постоянно говорят о этих бахте в рикшах, и я вижу, у них там списки, после каждого программы здесь собирается не меньше десяти человек, то тридцать, то сорок, видели, сколько людей, первый раз приходят, они что делают, это их, их работа, они всех их, это, ну, представляют, дарят им подарки, а потом предлагают анкеты, и они какие-то данные, и они все эти данные собирают, видите, как у нас работает, и, значит, вводят компьютер, базу данных, и потом обзванивают, и приглашают их, спрашивают, где они живут, или уже знают, там адрес есть, спрашивают, говорят, ну, вот, если вы здесь живете, если вы хотите еще получить какую-то информацию, пообщаться с нами, приходите на Петроградскую, там у нас есть вот такой-то адрес, если вы живете там где-нибудь, ну, какой район у нас еще есть, назовите, Красносельский, Красносельский, Красносельский район, там тоже есть, по всем районам, кучу, я смотрю, и они всем им предлагают, это вот очень, вот, вы знаете, вот это вот и есть, люди распространены, таким образом они приходят, смотрите, и вот тут уже столько людей приходят, целый зал народа, целый зал народа. Это же программа «Джейд в атаке». Да, я знаю, знаю, да, да, и вот смотрите, он сказал как раз, под контакт, что на самом деле, смотрите, вот движение наше, вот на примере Питера, такие места тоже еще есть, в Индии очень мощно развивается тоже, там же не то, что там все знают, и принимают сознание, движение, там далеко не все, но вот там очень сильно развивается, там тоже это бхакти-вирикши еще сильнее, чем здесь развито, вот, и то, что по природе своей индусы религиозные, они толпами на все эти праздники приходят, там, джанмаштами всевозможные, там, картики, или как, Гарапурнима, там столько людей, что там просто, просто, не пробиться ни в храм, не выйти из храма, столько людей, вот, массовость есть, а с другой стороны, он говорит, что, что происходит, вот сейчас тут массовость, потом какой-то мы видим спад, что-то разрушается там, что-то не так, а потом, говорит, снова подъем, но подъем уже немножко выше, чем был в прошлый раз, и поэтому на самом деле, мы все время растем, развиваемся, и развиваемся мы за счет, конечно, не за счет массовости, а за счет личности, индивидуальности, сильных людей, это всегда так было, и в материальной жизни мы видим, вот мне жаловался сегодня, это там в конторе, у них еще один парень работает, целительством занимается, просто его приютили, он с Украины сбежал, там опасно жить уже, и детей, чтобы не убились, и он приехал, и сейчас его приютили там предные, и он занимается, и он говорит, говорит, ну тут ничего хорошего все равно не ожидать, сейчас на Украине в ближайшее время, даже если бы войны не было, говорит, все равно, там нету лидера, говорит, я не знаю политики, но вот он говорит, что лидера там нету, я говорю, ну да, похоже, так оно и есть, что везде там, где что-то развивается, всегда сильный лидер, говорит, в России сейчас есть такой лидер, с материальной точки зрения, он такой крепкий, да, человек, целостный такой, умный, все так политически разбирается, да, Путин, и поэтому страна, она как бы, смотрите, пока на нее еще никто не напал, вот, и мы тоже избегаем каких-то военных действий, но, конечно, несовершенным образом, мы видим, что нас обвиняют во многих уже вещах, что мы воюем на Украине, что мы, где еще воюем там, я, есть место, а? где мы только не воюем, да, от лидера, видите, и в сознании Кришни то же самое, когда был пропадан, и так он говорил, вот был Бхактвино Тхакур, и тогда был всплеск, очень большой всплеск, ваишнавизма в Индии, и он дал основу для того, чтобы потом, позже, это еще выше поднялось, и пришел Бхактиистантос Расвадий, и он еще выше на самом деле поднял, это движение, а был спад, после Бхактивино Тхакура, потом Бхактиистантос сделал, и опять спад, все его ученики, они, как бы там, ну, может не все, конечно, но большинство из учеников, они там ругались между собой, они там делили имущество, и в храмах пытались просто наслаждаться, да, а он говорит, мне не нужны такие ученики, говорит, вы лучше продайте эти, это, храмы, снимите мрамор, продайте, и купите печатные станки, и печатайте книги, писания, и это он сказал так же, и об этом Шеребропаде лично, да, и поэтому он вот этим занялся, и вот пришел, Шеребропада, и он выполняет то предсказание, которое было дано еще в писаниях, не помню, Бхактинот, как он об этом говорил, то придет мой генерал, да, Бхактинот такой, когда в читании Мангалы написано, лоджинодасту, придет мой, как это, не генерал, а как там называется, как его еще, Сенопати, да, на санскрите, Сенопати, которая распространит, это учение по всему миру, вот, и действительно так получилось, да, чувак пришел и сделал это, никто другой не сделал, только он сделал, и благодаря этому, вот, люди здесь, во всех странах, мы видим, сейчас они читают эти книги, и меняют свое сознание, меняют жизнь, и пока не придет очередной такой личности, велика, это не будет такой заметный всплеск, а будет вот такое, как бы, усредненное положение какое-нибудь, потому что нас могут продвинуть только личности святые, только чистые, сильные, могущественные личности, мы настолько в том агоне с вами находимся, что нам очень трудно это сделать, никто, никто, вам скажет каждый ученик, его ученик скажет, он не может сравниться со Северопадой, да, поэтому нужно быть очень почтительным, и очень ценить Северопаду, и понять его, понять его настроение, удовлетворить его, а удовлетворить, как мы можем сейчас, только через его учеников, поэтому мы также уважаем его учеников, нисколько не приезжаем, а мы говорим, что если мы будем помогать им, служение его учителя, их учителю духовному, то мы будем обретен этот успех, поэтому нельзя сказать, что наше движение ослабо каков материальный мир здесь нельзя создать как это называется вот общество сати-юги в котором все практиковать поклонение богу все поклонялись кришне и был один язык одна религия один метод так сказать нельзя невозможно калиюга она не даст нам это сделать но каждый из нас индивидуально может достичь выше высшей цели как говорил шеша это не только шеша говорил это можно сделать очень быстро но не сразу это тоже понять да это очень время уже подходит концу я не буду дальше читать объяснение это очень интересно оставлю на завтра там тоже буду поднимать этот вопрос чудо если вы какие-нибудь такие с сможете подготовить на следующий раз и еще одна просьба чтобы распространять наше учение чтобы вы смогли привести еще сюда хотя бы одного человека как это сетевой маркетинг маркетинг это в наших интересах за это вы не получите деньги и сразу не получите славу славу получите тогда когда будет видно что это вам не опасно дать прославить вас гришна прославляет тех кто может не гордиться этим но слава к предному приходит настоящему преду а к не настоящему преду это ложная слава то есть он думает что он такой хорош вот это мы закончим но я хотел сначала спросить может какой-то вопрос есть а потом у меня маленькое предложение еще есть до до 5 минут лидера до настоящего такого духовного как шилп пада просто шилп пада он хотел как раз создать ну как бы команду людей духовных учителей которые не выделяла бы какого-то отдельного лидера да а как раз вот такой вот как управляющий компания для биски чтобы как бы двигало все общество потому что из-за того что там один лидер постоянно начинается как бы борьба за власть это происходит только тогда когда нету лидера и он видел что лидера нет это были все люди начинающие все эти 11 или 12 сколько там человек начало назначил пропада в этот gbc управляющий орган и сказал что не должно быть единоличное управление только потому что эти люди они были незрелые еще они потому что они были выдающиеся нужно тут коллективное правление после нету такой личности и сейчас тоже самое нету личности поэтому управляет орган даже у нас сейчас храм во многих управлять советы совет 3 и больше иногда человек они общаются согласовывают друг другом на самом деле если сильный лидер ему не нужны никакие советы ему советы нужны но его слово является является решающим это называется не автократия как это называется монархия то есть монархический режим самый самый совершенный режим для того чтобы управлять общество как обществом в целом так и обществом скажем мы берем религиозное общество ну и кто не слышал про эти вещи это еще непонятно я вот нас насколько понял что с одной стороны это как бы хорошо лидерно с другой стороны у многих мотивы ложных очень много появляется на это место и вот храм там вот ратханхасвами да который курирует там тоже система вроде такая что они как-то распределили тоже на определенные команду там меняется президенты как раз каждый год я не знаю точно все и руководство ну как бы меняется взаимозаменяется такая система да ну да так в чем вопрос очень сложно вот это чтобы был лидер да и ну как бы просто очень много людей допустим имеющих какие-то выдающиеся способности ну они там качество они просто будут могут ложно стремиться ну мотивы будут не искренне а просто вот но вот то что происходит скажем чулпати бомбей где ратханхасвами с вами является лидером он на самом деле является абсолютным лидером поэтому там все очень хорошо развивается и поскольку он сильный лидер очень послушный предны то вот это вот система она там работает как следует вот то что потому что он не сидит в храме не является президентом храма а он является лидером всей общины и он проповедник проповедник по всему миру ездит поэтому как бы он не может поэтому кто хочет сейчас сделать так же как скажем хорошо как ты говоришь вот займя коллективное правление чередовое они могут пытаться это сделать но это тоже получается слабо если нету такого вдохновителя вдохновителя очень сильно вдохновляющего начала еще вопросы есть да если преданность служит в расчете на какую-то награду либо здесь в материальном мире для обретения какой-то славы какой-то известности либо там в духовном мире для освобождения не кажется вам что это не вера это бизнес да как на базаре я тебе деньги ты мне картошку я тебе могу ты мне освобождение не кажется ли вам что это ложный мотив о котором вот говорил молодой человек может быть стоит служить на самом деле не для этого не для того чтобы что-то получить мы об этом все время говорим и книги шиппада об этом говорят и предные искренне предные разумно они об этом говорят и они стараются так поступать но это же ложный эго понимаете вы попробуете вот сейчас вступить это движение хари кришна что заступить искать духовного учителя получить инициацию следовать принципам повторять минимум 16 кругов попробуйте и чтобы не иметь никакого материальных никаких амбиций что вы там лучше кого-то что вы там это самое все бескорыстно тут делаете попробуйте это не так просто мы все за то чтобы это делать все правильным образом но поскольку мы все приходим с грузом об условленности материальной да с тяжелой кармой с тяжелых условиях мы привыкли смотреть на этот материальный мир глазами как сказать этого покорителя или так как это еще по-другому сказать глазами того кто тут господствует что мы в центре хотим быть вы в любом месте заметьте где бы ни были если вы проследите за собой лично я не про вас говорю вот про каждого из нас мы очень ценим если на нас обращать внимание но духовный человек он не будет особо на это клевать да никогда он не хочет быть в центре внимания он хочет если он хочет какого-то внимания то это он желает только с равными себе которые могут оценить это общение и вот он хочет быть но не в центре если его просит он говорит как все потом это не моя заслуга это моя заслуга моего духовного учителя все вы которые пришли ко мне как ученики стали мы это вы посланы моим духовным учителем это видение духовное и вот это понятно мы если мы не знаем вот такой он там наслаждался там ездил на дорогих машинах там у него денег столько в банке был но как он жил он что эти деньги там себе использовал для наслаждения нет он строил храмы на эти деньги он посылал предных проповедовать он организовал разные проекты там делались на деньги он сам не делал ничего для себя да он принимал помощь своих учеников поскольку ему 70 лет ему делали массаж каждый день конечно каждый раз потом ох сейчас бы мне делал кто-то массаж каждый день сейчас массаж стоит столько а ему бесплатно так ему делали любящие его ученики они они не имели профессии как массажисты но поскольку у них была очень благодарность большая к нему и любовь то этот массаж он работал работает массажей не техника а энергия да энергия если человек хочет кому-то причин ну хочет помочь кому-то то эта энергия будет действовать через его руки в конечном итоге они и как сказать обретали эту квалификацию какую-то в этом так же поработав так год два три некоторые были так с ним поэтому если мы посмотрим на жизнь еще упаду так мы поймем что вот человек который может являться примером тому что он не делает из-за своего самолюбия из желания прославиться он не был известен его называли как по санскрите грехаска не помню как это на санскрите называется то есть брахмачари или те кто жили в храме были учениками близкими они были там и саньяси а пропада был всю жизнь грехаской имел жену детей работал как я говорил там фармацевтической промышленности он жертвовал деньги в храм он приходил иногда на программы но у него папа был чистым преданным мама была чистая преданная была и они его с детства уже обучали когда он был в семье у него не было жена не было преданной дети не стали преданными и нам может показать что что-то не так но на самом деле это такое время и мы не знаем замыслы бога в этом плане почему его чистый преданной попадает такой ситуации на самом деле это объясняет все можно рассказать об этом почему и как вот я к тому что то что вы говорите совершенно верно совершенно верно мы не должны получать за это никакие деньги никакие материальные блага не в виде предметов роскоши или материального быта не в виде денег и только в том случае мы берем это когда люди искренне хотят нас поблагодарить за это но если человек берет это и он использует на чувственное удовлетворение своих чувств своих желаний материальных то что получается он рушит свою духовную жизнь и он разрушает и не дает возможность человеку который сделал это благо ну как бы полной степени прогрессировать хотя он не получает если он доверился так сказать слепо не тому кому нужно он не получает особых реакций за это но и благо тоже особы не получает поэтому всегда говорится если мы кому-то что-то даем нужно давать в нужное время в нужном месте нужной личности не так все просто вот и то что брать и давать это естественно потому что если вы пришли не обладаете допустим духовными знаниями и вы оценили что кто-то вам дал эти духовные знания вы должны что-то отдать мы не требуем денег но если вы ничего не можете отдать вы понимаете ничего не можете дать вы даете деньги это самый последний вариант это не так уж большая большая богачисть какой-то отдать деньги вот если вы отдадите свое время внимание почтение личности которую вы уважаете который вам что-то дал то ему вот так это достаться ему не нужны эти деньги да чтобы ездить на по всему миру нужны были деньги на самолет на поезд там на машину это же деньги все жить где-то кушать нужны были деньги он же не работал он закончил фармацевтический бизнес но это саньяси он и не должен работать так же как учитель в школе он же не работает на заводе в институте он не работает на заводе но он получает деньги за то что он учит кого-то так и духовные учителя они получают в индии они получают официально это призна они должны быть поддержаны обществом а у нас на западе они поддерживаются только за счет своих почитателей и это никто им не обязан делать если ты его не почитаешь то ему не будешь давать а если ты его уважаешь то ему дашь ты же понимаешь что если он не приедет к тебе у него нет денег то ты с ним не пообщаешься как я так правильно говорю вот таким образом ну хорошо сейчас один круг мантры вместе с вами будет большое счастье для нас сконцентрируемся сегодня на первом слове слове хари есть такой метод который предлагают многие и он очень хорошо действует если вы попробуете это сделать не забудете при повторении одного круга это примерно 7-8 минут мы будем повторять каждый за себя повторяет у кого нету четок может просто без четок когда все закончат он тоже закончит мантру все знают махаматру все знают вот быть внимательным почтительным смиренным по отношению к тем кто может нам помешать как-то кажется нам кто-то мешает вот и вот на первом слове хари хари это обращение вообще к радхаране к внутренней энергии Господа если мы обращаемся с ней она дает милость на внимание ко всем остальным словам в этой мантре ну это одно из объяснений но на самом деле если ты каждый раз начиная эту мантру повторяешь хари внимательно то ты понимаешь что с каждой мантры из 16 этих слов ты должен заново ум приводить к тому чтобы быть внимательным повторяется хари Кришна с концентрацией а интерес нас в том наш интерес в этом почему потому что через эту концентрацию мы получим милость Господь будет открываться в своем имени это будет проявляться в том что вам будет легко повторять это самый элементарный такой как сказать результат который мы можем сразу ощутить а второе мы можем почувствовать вкус более сильный чем когда мы не концентрируемся а если мы делаем это регулярно не только свои положенные круги а в любое время когда у нас есть время и возможность повторять хари Кришна то это будет результат еще больше он сразу даст результат очень большой это значит что мы отрекаемся от материальных удовольствий мы хотим получить духовное это не является корыстью получить духовное удовольствие то что мы для чего и практикуем чтобы обрести духовную жизнь в духовном теле и это называется полное удовлетворение satisfaction полное видите мы к Америке все время возвращаемся поскольку у нас образец это вон как это называется высокого уровня жизни это вот Америка там Германия Швейцария но на самом деле они с духовной точки зрения уже не являются для нас с того ну ладно джащи Кришна читания Прабунтиананда ше два это каждый за себя и за всех сразу хри 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 х Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok